Приветствую, друзья! Вот что мне Наташа Кузьмина из Белоруссии написала. Никогда не видела такой цвет фиолетовый в Москве, имеется в виду насчёт воздуха. Жёлтый был, красный был, но не фиолетовый. А в воскресенье, говорят, резкая перемена погоды. А вот что мы хотим с Шейлой, со своей дочкой, психологом, сделать. Вот вебинар какой? Развитие личности. Лёгкие пути к раскрытию потенциала и ресурсов. Ну, Наташа послала, чтобы она тильду попробовала, помогла сделать. Она написала хорошее название. Пришли нам совместное фото с Шейлой. Ну, завтра я сделаю фото с Шейлой, а Наташа будет помогать сделать эту тильду. Большая работа перед созданием вебинара, потому что мы же сейчас делаем, как я и обещал, переходный момент к развитию личности, к раскрытию способностей и ресурсов. Да-да-да-да-да-да, это очень важный вебинар будет. Да, в следующий четверг мы его планируем поставить. Но объявление ещё будет. Но насчёт воздуха я хочу сказать. Странное-то дело. Вот ко мне многие звонят, которые говорят, помогите мне, помогите мне, я там оказываю бесплатную помощь. Я спрашиваю, а вы температуру смотрите атмосферную? Нет, а зачем? А геомагнитную обстановку смотрите? Нет, а зачем? Ну, я говорю, слушайте, ну не звоните мне, если вы даже этого не делаете. Потому что каждый человек должен понимать, чем он дышит, чем он живёт, какое сегодня атмосферное давление, какое сегодня. Ну, хотя бы это знать же надо, если человек грамотный. Ну, а как же? А на меня, говорит, это не действует. А вот мне, когда плохо бывает, знаете, что я делаю? Ну, я, во-первых, смотрю погоду, это обязательно. И потом вдруг успокаиваюсь. Вот почему мне плохо, потому что, оказывается, атмосферное давление высочайшее. А, вот почему. И сразу как-то спокойнее, потому что знаю, что всё время плохо не бывает, и погода изменится, и всё будет хорошо. И знаю ещё, что надо сделать. Я надо, так, это ушки размять, напоминаю всем, кто этого не знает или игнорирует. Да, узелки на память, как говорится, вот эти вот точечки-точечки размять на пальцах, шеатсу сделать. Да, чтобы создать вторую доминанту, которая конкурирует с той, которая есть, вот эта вот негативная доминанта. Что со мной, как это там и так далее. Видите, как я рассказываю? Чтобы достучаться, чтобы понятней было, что атмосферное давление надо записывать, геомагнитную обстановку надо записывать, температуру надо записывать, дождь, ветер надо записывать. Четыре фактора всего. Десять-двенадцать дней записывайте, и потом всегда понимаете, если вдруг что-то с вами происходит непонятное. И делайте эти приёмы. Ещё какой приём я делаю? Я вам сейчас скажу. Я начинаю потихонечку, тихо-тихо, сколько есть возможности у меня такой негромкой, говорить про себя, как хорошо будет, как хорошо будет. Потом говорю, да нет, нехорошо, потому что мне плохо. То есть я выговариваюсь, и вам советую. Я вам показываю этот приём, вы же ролик, наверное, видели. Выговариваюсь, выговариваюсь, почти шёпотом, и поэтому потом, поскольку нету противоречия между моим состоянием и тем, что я делаю, потому что я говорю об этом совсем тихо, почти шёпотом, и через это отсутствие противоречия между действием и текущим состоянием, получается синхронизация между действием и состоянием, снимается противоречие, возникает целостность, снимаются нервномышленные зажимы, появляется хорошее состояние, я уже хожу по комнате, такой гордый, как орёл, и как на этой картине своей. Всё дописываю, 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 всё переделываю, переделываю. Пожалуйста, давайте развивать нашу школу, человек будущего, Homo Futurus, чтобы открывать ресурсы, открывать свои возможности, потенциальные способности, и легче управлять своим состоянием, чем это было раньше. Легче и эффективнее, да, и быстрее. Да, об этом будет вебинар, но будет потрясающе, конечно. Ну, до встречи, друзья. Да, забыл сказать, у меня есть хорошие стихи, я вам как-то в следующий раз прочитаю, потому что стихи изумительные, я иногда пишу, когда хорошо высплюсь. И вы должны это знать. Если вы хотите решить какой-то вопрос, который вам кажется нерешаемый, высыпайтесь несколько ночей, как следует, и опять обретёте целостность внутреннюю, гармонию. Будет меньше противоречий, будет меньше стрессов, меньше тревожностей и страхов. Понятно, друзья? До встречи. Пишите комменты, да. Вопросы там пишите, потому что я всегда смотрю и стараюсь ответить. И на вебинаре будем отвечать. Готовьте зумы, готовьте вопросы, будем развиваться личностью. Да, 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 да. Хоть вы спортсмена, хоть вы танцовщика, хоть вы шахматист или таксист, или министр, или кто угодно. Если вы будете пользоваться элементами ключа, вы всё время будете чувствовать себя на взлёте. До встречи, друзья! Субтитры подогнал «Симон»